И снова я говорю вам, добрый вечер, с вами Вечерний Покер. Игра становится все интереснее, и давайте вспомним, кто сегодня за столом. Основатель лейбла Hangover Томас Мраз. Я осваиваю искусство блефа, но пока получается не очень. Резидент вышеупомянутого лейбла Райджин. Не надо забывать, у нас капибара за столом, поэтому... Батл-рэпер, чемпион, слово, МЦ похоронил. Чего-то два подряд переезда жестких. Постоянная участница турнира в Сочи Ирина Кудрина. С чем вы играете все время? Инженер-строитель Артем Зубарев. Ставьте лайки и дизлайки. Лучше лайки, пишите комментарии, а мы начинаем. Вечерний Бокер Всем привет. Продолжаем наш... Пас. Даже потерял дар речи, думаю, продолжаем что? Потеряли мы одного участника в первый час, он установил у нас рекорд. Никита Лол, это действительно было забавно. У меня уже кол стоит? Да, вы можете чек, 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 да, да. Чек. Ну и сам Никита не расстроился, получил кайф, повеселился, повеселил публику. Ваше слово. Чек. Главное, что в послематчевом интервью успокоил всех нас, объяснив, что просто руку свою мисс Риднелл, как говорят профессионалы. Ну, кто не смотрел, отмотайте назад, перейдите на предыдущий выпуск. Это сделать довольно-таки несложно, и увидите все своими глазами. Если не охота, то не вопрос. Тем более у нас сразу же Яна раздает две пары в две пары. Ну, а Томас еще хочет здесь стрита себе найти, не нашел. Туз нельзя назвать полным бланком, закрылся стрит на валет 10, теоретически могут две пары с Тузом у кого-то оказаться, ну, те же Туз 8, Туз 6, как играют наши участники. Четыре. Рейджин добирает, похоронил, как в лимитном холдоме плоско переставляет, считает, что две пары здесь лучшая рука, ну, и на 25% надо бы попросить соперника заплатить побольше. Ну, наверное, Рейджину нужно просто скалировать, однако он, похоже, собирается еще увеличивать. Рейс 10. Он не считает, что похоронила стрит может найти. Добавить 6. Да. Открывать 9. Ну что, красивый тонкий добор получился. Король возьмет две пары. Меньше. Король 6 меньше. Жестко. У Артема наконец-то подкрутились зеленые и синие цвета. Да, да, кроме красного любой. Ну, мне поменяли, бросали. Пульс не поменялся, цвета хотя бы не поменялись. Да, пульс не поменялся. Артема подкрутили или что? Ну, осталось синим. Артему подкручивать ничего не надо, у него все и так неплохо складывается. Плюс состав, конечно, классный для него и для Ирины с точки зрения покерного мастерства. Если ты пытаешься ставить малый-большой бланды, то ты, получается, не можешь так сделать. Да. Ты просто заплатишь и паспорт не поменялся. Ты, получается, плохо все поменялся. Ну, в вопросе общения, я думаю, тоже уж точно жаловаться не на что. А ты сейчас комментирует игры. Тоже Михаил? Да. Привет, Михаил. Привет, МЦ. Ну, кстати, да, по поводу того, что я говорю о общении. Если посмотреть на позывные наших участников. Томас Мраз. Я не знаю, нужен мягкий знак до конца или нет. МЦ похоронил. Чек. Рейджин, бог гром и молдий. Ваши слова. Ну, в покерном отношении довольно дружелюбные ребята. Чек. Ирина уже имеет... Тысяча. Два стартовых стека. Раз. Кол. А кол зачем? Без симпатии к Ирине? Или будем блефовать ривер? Чек. Нет, ривер не блефуем. Ирина попробует поставить побольше, видя, что оппоненты ничего не выбрасывают. Давайте просто закончим на красивой ноте и все. Я уже забыла, что у меня за карта. Ну, давайте. Две пятьсот. Нет, полбанка. Но я бы здесь, будучи на месте Ирины, ставил бы, наверное, пять тысяч, потому что если у нашего оппонента пятерка, он не склонен выбрасывать, он нам оплатит полный банк. Если там вдруг дама каким-то образом оказалась, то он нас еще и переставит. Ну да, там могут казаться дамы четыре, конечно, будет неприятно тогда. Но у... Что было? Оппонента не было ничего? У меня тысяча. Ничего не было. У меня ничего не было, но я подумал, что у меня еще меньше, чем ничего. Старший? Старший был? Старший? Ой, я уже все забыла, что там было. Ну, пока четкое ощущение, что вы, так же, как и Артем Сатыличик, стараетесь играть по карте. Насколько это скучно ждать карту в такой игре? Вообще не скучно, потому что я смотрю, как весело играют соперники, поэтому я думаю, что нужно здесь только играть по карте, потому что там 10-2, и это рабочая рука. А в итоге-то вы знаете, почему соперник вас крутил в той раздаче с тус-валет, и почему он заколировал ривер? Я думаю, что от незнания просто. Он миссериднул руку, он был уверен, что у него туз-король. Да. Он не перепроверил до ривера, не перепроверил перед шоудауном, перед колом на ривере, он был уверен, что у него туз-король. Поэтому они шептались. А случались у вас миссериды какие-нибудь обидные такие в карьере? Да. Когда я получила две четверки, а я с полной уверенностью играла, что у меня как будто два туза. Ага. Ну, четверка похожа на туза, но издалека. Да, издалека, но я забрала тогда. И прозвучала фраза за столом, что вы чемпионка мира. Шутка. Я весь интернет обрыл, просто думаю, я же думаю, я же готовился, я же читал, я же покер индекс, я же покер 7, все перепроверил. И вы знаете, это их не испугало. Вообще не испугало. Каждый любитель верит в себя. Да, да, да. И в удачу. Ну, мало. Ну, Илья тоже вспомнил ту раздачу, которая стала ключевой для Никиты и позволила практически полное удвоение получить ритм. Почитываю немножечко. Тысяча. Тысяча немного, но дамы два разные надо, наверное, выбрасывать. Ну, не наверное, а точно, просто у нас часто получается, что первый час участники втягиваются, особенно те, у которых совсем небольшой опыт игры в покер, в перерыве и какие-то рекомендации небольшие получают, и советы спрашивают, ну, и просто уже все-таки присматриваются к всему происходящему. Наиболее показательным был, конечно же... Две тысячи. Пример, скажем так, участника группы «Чай вдвоем», которая возобновила свою совместную деятельность. Ну, у нас здесь вдвоем, не знаю что, но пытаются скипятить Томас с Рейджином, у которых и творческий коллектив, разумеется, вне покерного стола, и здесь тоже они друг против друга, ну, не то что зарубаются, но с дополнительным вниманием играют. Здесь, правда, в раздать сейчас не останется ни одного из них, а у Артема сет, у Сергея старшая пара флэш-дро и гадшот. Вы все-таки как думаете, что нужно в покер играть с человеком или с картами? Ну что, сейчас доберет Артема, доберет крупно, что сделает МЦ? Одновременно и с человеком, и с картами. Я думаю, что Сергей, как опытный и аккуратный игрок, просто заколирует, хотя рука у него очень сильная. У вас освоен, в общем, навык блефа сильного такого? 15 давайте. Просто... Это шутка была, вот что? Тут, ну, смотри, уже всю Википедию перемотали. Блин, мы такие доверчивые. Не знаю, я все еще вижу. Жестко. Так, что там было? Плать пятерки. Там у него и пятерки. Тут там 6 тысяч сразу. Корольный взгляд доехал, да, жестко. Уже 156, Артем. Блин, да, это... Это так Артем радуется. Он меня разогнал до 36, видишь? Дальше только Космос. Артем, 500. Череж, 1000. Себя не играй больше. Чего-то два подряд переезда жестких. По мне. А он ставил? 6 поставил. Да, Раиса. Ну, не то чтобы переезд. Здесь старше был всю дорогу Артем. И Сергей проиграл еще по минимуму. Ты даже отклоняешься. А у вас уже... Как в этом? Надо пользоваться своей гибкостью. 100%. Потому что у нас старшая пара. Флэш-дроу. Потом еще и гадшот пошел. На ревере мы собираем трипс. Ну, 60% ставка, конечно, мы здесь просто калируем. Если мы переставим, то доберем с себя. Артем – квалифицированный оппонент. Вряд ли он будет платить на руке хуже. Чек мне очереди был. У меня очередной чек. У меня PS6-7-7 похоронил, сказал чек. Ну, и да, я должен был. Ваше слово. А, потом он... У него было благословение. Да, я помню. Поэтому чек. Что скажете? Чек. 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 Ваше слово. Чек снова. Чек. 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 Так, ну, у Томаса совпадение и флэш-дро, да, дамы. У Ирины не надцевый стрит. 2-200. Второй надцевый стрит и надцевый флэш-дро. То есть ауты здесь какие-то были только у Сергея, если бы пришла тройка, не червовая. Ну, очень классно. А Ирина сейчас выиграет еще один большой банк, особенно если черва придет. У меня две десятки вообще-то. Ас. Карэ, значит. Будет забавно, если две десяточки встретятся. Хотя у вас же нет десятки, да? Ну, он сказал, что не вон две десятки. У меня не могут они быть. Ирина, я слежу за вашим пульсом. Как доктор. А снимите еще раз очки, я посмотрю ваши зрачки. Ммм, расширенные. О, открывайте карты. Флэш. Ну, побоялась Ирина добирать. Но все-таки, да, там и фулл-хаусы возможны, и флэши. Ты с одной парой играл? И с Верой в победу. Да. С надеждой и с Верой. Я осваиваю искусство блефа. Но пока получается не очень. Пока ты осваиваешь искусство блефа, Ирина осваивает твой бюджет. Возможно, это ты блефуешь так. Ну, а где учиться, как не на турнире, правильно? Сто процентов. Я уже две черви дала, думаю, наверное, черви перчекали. Ну, одной черви не хватило, конечно. Ну, вы хорошо добрали. На мой взгляд, против такого соперника, как Алмаз, надо было здесь найти рейс. Мы блокируем флэши, особенно над своей, ну, когда у нас туз, мы вряд ли... Хотя нет, от Алмаза мы и с обычным флэшом можем получить перестановку. Да, конечно, сказал, что у него две десятки, может быть, каре, да, и у него могли быть фуллхаусы. Да, он поставил 60 процентов, довольно плотную ставку. Ну, с другой стороны, все так комфортно складывается для Ирины, и нет ей смысла какие-то сомнительные для нее раздачи играть. И, кстати, соперники так все легко отдают, поэтому, кроме Артема, ну, и Сергея, который аккуратный, переставит, доберет еще себя. Уж если оппоненты там с король хай на досках с фуллхаусами проплачивают ей все, то... Риски не нужны. Так, Сергей решил у нас поблифовать немножко. Немножко или множко? Две. Две тысячи. Ну, в целом, нормальная линия. На тернии какие-то стриты закрылись возможные. Понятки, такие карты из моей той игры? Всегда мне заполнились. У тебя тоже ничего нет? У меня? Евгений отбил по шестерке. Короче, вот эти мусорные карты на моем прошлом турнире выигрывали очень много, знаешь, нереальных каких-то битв. Я подумал, что такой маленький кол и что там... Дай бог, если хочешь что-то есть. Мне кажется, я с таким же колом, с королями тогда с тобой встретился. Плюс после второй сдачи уже только. Там либо шестерка, как у меня, либо ничего. Поэтому... Но это если я так же как ты играю? Ну да. Типа рационально. По твоим меркам, опять же. Не надо забывать, нас капибара за столом. А почему в той раздачу у Сергея не могли быть какие-нибудь король с чем-то? Валет 10, да, в 6 стрит. Дамы 6, дамы 9, две пары. Но здесь ошибка Сергея. Он не профессиональный игрок. Он любитель, думающий, неплохо понимающий. Давно, правда, не игравший, как сказал сам. Но я нередко вспоминаю это правило. Если мы блефуем и получаем быстрый колот человека по какой-то руке, которую платить не должна, это наше вина, что мы блефуем в неправильного соперника. Так, ну, Артему дежурный фулл хаус. Второй подряд. У Рейджина две пары. Слабенькие, конечно. Но при этом не блокирующий блеф и никак. Нет червей, но четверка червовая здесь не так важна. Нет там каких-то бэкдоров. Валет 10 пиковый. Но это как бы профессионалы рассуждали. То есть та ситуация, когда крупную ставку здесь, например, с рукой дамы 4 разные, лучше гораздо платить, чем с каким-нибудь там... Двумя валетами червовыми. Посмотрим. Ну, двумя валетами червовыми это попросят выйти из зала, но я имею в виду, что двумя валетами, среди которых один имеет на рубашке сердечки нарисованные. Тысяча. Блок бет. О, 160, Артем. Ничего себе. Такого еще не было. Ну как не было? 156 был пульс у Артема в прошлый раз. Раз, 21. То есть когда у Артема очень сильное, мы это уже знаем, у него пульс зашкаливает. Интересно, когда будет блефовать Артем, будет ли так же у него пульс за 160 уходить? Ну а мы видели фулл хаус, видели пульс за 56. Сейчас 166. Я знаю, что это блеф, но я не знаю, на сколько это блеф. На 21 тысячу. Ровно. Верно подмечено. Не знаю, тот ли сейчас момент. Можно воспользоваться моей карточкой. А Яна берет рандомно любую, да? Нет. Выбирайте. Ну и здесь раздача закончена. Какую бы ни вытащил. Нет. Эту. Евгений. Упачки. Ой-ой-ой. Это не факт, что это что-то проясняет, да? Ну, ребятки, для меня это все проясняет. Спасибо. Ну, полезная карта, да, все-таки? Да, весьма, весьма. Что, получается, восьмерки не было, да? Четверки. Пятьсот тысяч. Вторая какая была? Пятьсот тысяч. Такая же. Ладно. Ну, ты любую открывал, ты в любом случае короля видишь. Ну, я бы, да, в любом случае бы проиграл. Будь там хоть один, хоть два короля. Ирина с сомнением посмотрела на Артема, но когда такой плотный рейс... Я надеялся, что у тебя восьмерка. Полярный. Было бы красиво. А зачем так много? Ну, чисто на восьмерку. А другое что должно платить? Все правильно, говорит Артем. Когда мы выбираем размер рейза и хотим добрать с оппонента, мы целимся уже, ну, можно сказать, в конкретную руку. Ну, практически конкретную. То есть тут не диапазоном мы мыслим, а мы именно считаем, что нам заплатят. Король 4, 8, 8, 10. Ну, там десятка червовых какая-то может оказаться на ривере, да? Может, у Евгения там 10, 9, червов, например, были. Он платил, платил, на ривере доехал в совпадении десятки, поставил. Но, соответственно, мы решаем, что там четверка, если сколько она нам заплатит, если восьмерка, сколько заплатит. И если десятка. И Артем последовательно, он отметил, что он надеялся, что восьмерка у бога грома и молний, или только молния, или только грома. И, соответственно, с восьмерки точно тот ему так оплатит. В июне зрители увидят, насколько мне не везет, когда я сбрасываю. Я только что валет 8 сбросил. Такая же почти ерунда. Так всегда. Потом зайдешь с фигней, думаешь, зря в тот раз сбросил. Не надо было заходить. Я думал, сделать, не сделать, сделать, не сделать. Сделал. Сделал, не делал, не делал, не делал. Блин, вот для этого надо там статистику изучать, вот это все. В чем шарят Ирина и Артем, по идее. Тысяча кол. Но при этом мы могли целиться в прошлой раздаче и не восьмерку, а, например, в четверку. Тогда, наверное, рейс имел смысл сделать поменьше. Тысяча, шесть, семь. Особенно памятуя о том, что Евгений не любит выбрасывать карты, что он, например, по шестерке на доске с королем, дамой, девяткой. Чуть раньше заплатил Сергею. Но ладно, это все не так важно. Сейчас у нас должно произойти большое столкновение. Хотя я думаю, что Томас опять же сыграет просто колом. Сыграем по заветам прошлого раунда. Кол, то есть. По уму, конечно, надо переставлять дальше. Даже если мы просто с туз король сыграли Липов до этого, последовал рейс, эту ставку уравняли. В банке уже 12 тысяч. Надо было играть рейс дальше. Но кто-то в этой раздаче отскочил, потому что по такому экшену должны были переставлять, выставляться и крутить планетку. Ну, похоже, отскочил Томас. Видите, он хотел переставить дальше, бросил одну фишку. Ошибка, свойственная для любителей. Если вы поставили фишек, будет та цифра, которую вы назвали. Всегда. Хотя я думаю, что если бы он переставил, наверное, Ирина просто бы вроде в такой линии сыграла кол. И 100 ставишь, просто и все. 7 тысяч. Пас. Пас. 7 тысяч надо поставить? Если ты хочешь. Чтобы уравнять, да. При этом у Ирины есть сейчас информация, что Томас планировал сыграть лимб ререйс. Тоже это повод задуматься в его диапазоне. И нужно играть аккуратнее. До этого он не особо-то у нас повышал размер банка. И тут и лимб. И когда он получил рейс, хотел еще раз сыграть ререйс. Это мог быть тузы или короли. Может, я пожалею об этом, но... Пас. Я в чудеса не вижу. 3-4 не выбрасывается здесь. Так, будет ли подниматься пульс Ириды? Мне плохо, Ирина. Если на флопе Ирина опасалась, что там тузы или короли, то теперь она очень надеется, что там тузы или короли, потому что у нее сет валетов появился. Блин, а говорят еще молчание золота. Молчание фишки, брат. Может, чек? И сейчас уже Ирина, как чуть ранее Артем, целится в руку оппонента. Что у него? С чем он хотел играть лимб ререйс? Тузы? Короли? Может быть, какие-нибудь туз король мастевые, чем он на флопе заплатил? Ставка будет большой. Там вообще не чек. 14 тысяч, что ли? Нет. Вообще не. Ирина ставит 40%. Ну, она несколько иначе видит диапазон Томаса. Я бы здесь ставил 1020. Чтобы уже... Это будет самая глупая потеря фишек по уровню. Чтобы на ривере уже Алынам забрать все. Ну, я пасу. Ну, и дисциплина со стороны Алмаза. Только на видео узнаем, что там было, да? Глаз Алмаз увернулся в этот раз. Ну, надо было королировать. Ну, а дальше что-то сами срифмуйте с позывным Томас Мраз. А у вас что было? Ставьте блайн, пожалуйста. У нас повышение 600 тысяч 200. Я уже забыла. Мне тут двои друзья подсказали, что ты не так давно проиграл 12 тысяч рублей в игру «Магия». Ну, да. «Мэджик Заговеринг». Ну, просто хочется иногда поучаствовать в чем-то взрослом, чтобы проверить свои силы. И это бывает дает тебе пинок под жопу, и ты как бы начинаешь сосредоточеннее быть. А иногда удача на твоей стороне. И также предложили спросить про твой последний визит в казино Сочи. Как это было? Ну, сначала я зашел с другом, я забыл паспорт, а он зашел, я его подождал 5 минут, он купил сигареты, мы ушли. А второй раз меня не пустили, потому что я приехал на скейте. Так что в Сочи я особо в казино не поиграл. Но я был в Минском казино и в Тбилисском казино. Ну, Сочи впереди. Пока не проверил, но лобби выглядело очень круто. После сегодняшней игры точно туда поедешь. Надеюсь, гарантирую. Надеюсь. Илья, а может пока не надо Томасу туда? Может лучше в Magic the Gathering? Я не играл, но это, по-моему, что-то типа Хардстоуна, да, карточная игра с элементами чего. Ну, в общем, покеристы любят такое. Набираешь себе колоду и сражаешься с оппонентами. Так, как у нас МЦ похоронил туза короля, разыграет. Томас в прошлом, по сути, проиграл по минимуму, ничего плохого не сделал. Ну, кроме того, что ошибся и не сыграл им пререйс. Заплатил одну на флопе с оверкартами и высокой трефой в руке. И сдался на терне. Так, а вот Туздама против туза короля. Получается, надо 1200, да? Кол. Но все пойдут смотреть флоп. Все трое, кто проявлял к нему интерес. Сергею, конечно, рейс нужно крупнее делать. И тоже интересная доска сейчас. Четыре. 1500. Потому что в Сергея все-таки пускороль на доске дамы 10, это не так плохо. Валет нам дает стрит, есть оверкарты к даме. Сергей. Да. Приветствую. Здравствуйте. Что у вас там есть? Пока ничего. Что-то есть, может? Надежда. Надежда? Вы тоже с Надеждой сегодня. Конечно. Ладно, с ней поиграем. Надежда, похоже, здесь есть у Евгения, потому что что он хочет сограть... А-а-а! Теперь я понял, что хочет собрать Сергей. Теперь у него двустороночка появилась. 1500. 1500. Ну, двусторонка все равно плохая. Например, если у кого-то из его соперников король валет и придет девятка, то мы сами себя отдадим очень много. Ну, приходит четверка. Вот знаете, когда такое видишь в онлайне, ты думаешь, что это какие-то подставные ребята. Они точно что-то знают. У них возможность предвидеть ранауты. Но вы понимаете, вот просто люди, которые верят в свою удачу, в мечту. С рукой 7-5 разный. На флопе дамы 10-8. Рейджин собирает, ну, не нац, но близко к тому. 10. Пожалуйста, я молю. Я еще так не ошибался. Уже нет. Уже ошибались. Это же вам рассказывал. Это вы ему рассказывали. Ну, ладно, давайте я поменяю тогда. Хотел сыграть рейс теперь Евгений, но тоже бросил одну фишку, и Яна оказалась сурова. Это уже лучше. 5-7. Не, давай, это 5-7. 4-5-6-7. Все хорош, молодец. Легенда. Блин, доезжает, как тебе все время в конце? Ты везучий. Это было начало. Какой я идиот вообще просто. Надо говорить все. Давайте еще раз поговорим. Мы очень дрожны. Да, да, да. Есть что-то такого предыдущий статк. Если вы хотите сделать рейс, озвучьте цифру словом. Все, нет, нет, нет. Я просто... Можно фишки разменять? Собирайте. Чем больше статк, тем больше давления на оппонент. Точно. Я буду давить на Ирину в ее сторону туда. У меня за стима остались. Ставьте в лейн, пожалуйста, 600-1200. Пробивай. Ну, у Ирины еще и психика. Непробиваемая. Я бы там, наверное, уже удивился. Попросил бы проверить. Рукава. Пас. Ваш сад. О. Евгения. Но понятно, что в раздаче-то Ирины не участвовал, поэтому ей не так обидно, как могло бы быть кому-то из соседей. Просто только... Чуть-чуть-чуть-чуть. Вот остались вдвоем. Чуть-чуть. Алмаз и Евгений. Еще надо 600 добавить, чтобы уравнивать. Кол. Чек. Ваш сад. Чек. В стиле Михаила Гребенщикова «Алмаз проверяет карты». 700. 1200. Минимальная ставка. 1200. Тогда я... Да. Еще 500. Ровно. Нет, это не вам еще 500. Ой. Кошку. Так, ну а теперь у нас Алмаз решил повторить подвиг капитана молний. И тоже, не имея ничего на флопе, потерну, получает какой-то equity и собирает флэш. Но это не такой нац, как Рейджин заполучил в прошлой раздаче, но тоже красиво. Пять. Рейс. Десять. Ой-ой-ой. А зачем Рейс? У нас две пары, ну, как Блдев Кейчер можно было использовать. Нам банк поставили. Ну что, превращать свою руку в плеб? Ну, ладно. Открывайте карты. Четыре и пять. Чип, дампинг, закричат профессионалы, увидев две последние раздачи. То есть намеренной передачи фишек другу. Я был уверен, что у вас обоих флэш. Нет, я тоже. Зря ты выучил, Рейс. Ого. Так бы было пять тысяч. Так, он небольшой, правильно? Шестьсот тысяч и десять. Так закончилась прекрасная нужда. Она только начинается. Ваше слово. Будем объективны. Конечно, сейчас идет такой полноценный любительский покер, особенно когда вне раздачи находятся Ирина и Артем. А уж если вдвоем оставляем мы Алмаза с Евгением, то там довольно-таки произвольные программы нам демонстрируются участниками. Ну, это тоже интересно. Интересно, да, потом было бы спросить, а вот, ну, про раздачу 7-5. А зачем на флопе, там, на доске дамы 10-8 Евгений платил? Да, вот именно ход мыслей понять. А зачем здесь Рейс с Король-4? Ну, с Король-4, я думаю, просто переоценил силу своей руки, подумал, что две пары не обратил внимания на флэш. Но очень много непонятного. И когда творческие люди какие-то нестандартные ходы применяют, разумеется, что присутствует в их действиях логика. Ну, ее тоже очень полезно знать, если переодеться с любителями встречаешься. Удочки свернулись. Ну, здесь уже как раз на флопе ничего плохого Евгений не сделал. У него все-таки было совпадение, плюс туз в руке. Третьи пары с тузом мы играем через кол, потому что по выходу туза очень часто наши оппоненты будут продолжать. Две тысячи. Ставить. И с вэлью, и с блефами. Поможем народу. Ну, на терне совсем маленькая ставка. Сергей боится спугнуть соперника. Чек. А вот сейчас уже нам надо думать, что там может быть у оппонента. Может, какие-нибудь 7-8, 10-9. Ну, что, 5 тысяч оплатят с двойкой, Рейджин? Да. Ну, ладно. Спасибо. Не оплатил. Что было? Забыл уже. Молодец. Хоть что-то было. Наверняка. Как бы это играл. Ну, МЦ я здесь целил в семерку или в девятку. 12-200. Нормальный размер ставки абсолютно. Живем, живем. Там вообще, конечно, какие-нибудь 10-8 могут оказаться стриты. Но что делать? Тогда уже будем определяться. Стрипсом не добирать мы не имеем права. Бывают, конечно, ситуации, где даже с младшим фулл-хаусом мы можем иногда сыграть чекбэк. Опять же, исходя из того, что рука хуже нам не заплатит, а можем добрать себя, можем еще получить какой-нибудь чек-пуш и не понимать. Артём, у вас давно не было в игре. Уличный гонг. Рейс-5. Рейс-5. Всем, кроме Ирины, раздала сильные стартеры. Яна. А, ладно. Кол. 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 Тоже хочу посмотреть. Восемь раз сбрасывала на малом лайне и решила добавить. Девятый. И тут. А, ладно, это интеллигентное обозначение формулировки, которое обычно в простонародье звучит. А, фиг с ним кол. Ну, я тоже чуть мягче сказал. И в таких ситуациях обычно нас и больше всего наказывают. Ну, ясно, что с парой восьмерок Артём хотел хотя бы остаться один на один. Остался против троих. Здесь ставка для защиты. С парой восьмерок. Потому что оппонентов могут быть рук типа там 10-9. Да, мы 10. Какие? Туз-8. Туз-7. Ну, кстати, мы что видим. Выбиваем мы такую руку или нет? Нет, даже Туз-5. Евгений платит. Ну, на терне Артём уже сзади уйдёт в защиту. Причём, я думаю, может спокойно чек-пасс сыграть. На доске нет никаких возможных прикупных комбинаций. Король 6-6. Все разные. Поэтому, если в нас что-то поставят, то там либо король, либо шестёрка. Чек. Чек. Непонятно, почему Томас не стал добирать ривер. У него всё-таки очень сильный король. Так, восьмерка, шестёрки. Король и шестёрки. Можно сказать, что а что нам заплатило бы? Ну, вот, может, с восьмёрками небольшую ставку Артёма платил бы. Король 10 какие-нибудь заплатит. Король валет. Нормально. 600 тысячи двести. Твоё у нас? Это наш. Много сегодня занудством. Занимаюсь там банальности про то, что когда мы добираем, мы целимся в руку. Но ещё одна прописная истина покера звучит, что если мы уверены, что у нас лучшая рука, а нам точно надо ставить. Даже если мысль, а что там нам заплатят, ну пусть соперник уже придумывает. Всегда хотя бы там король хай, туз хай или дама хай у оппонента есть, и это уже не наша забота. Мы должны выбрать лучший размер ставки, который в наших глазах нам могут оплатить, если у нас вэлью. А там уже не наша забота. Совсем пустая рука оппонента или нет? Мне кажется, Ирине лучше было бы здесь с баттона сыграть рейс. Всё-таки опять же с такой рукой, как король 3, оставаться один на один против кого-то из оппонентов. Но вот и на улице Алмаза. Если не грузовик с подарками перевернулся, то всё равно открыли очень хорошую комбинацию. Трипсу Томаса плюс король пиковый есть. Рейджин собирает комбинацию две пары. У него и были две пары на флопе, но, например, руки давам валет мы проигрывали. Теперь мы давам валет обыгрываем. Рейс хотел делать алмаз. Десять тысяч. Ну, опять, четыре пики на доске. У нас, конечно, неплохие блокеры на фуллхаус. Профессионалы могли бы задуматься о том, чтобы здесь блефануть. Ну, а Рейджин делает подарок товарищу. Кошел король. Болеты движутки. Тут флеш есть задача. Так, что-то зачистил у нас. Сорян. Я просто понял, как играть. Мы размениваем маму. Комбинация вспомнился, наконец-то. Шестьсот тысяч двести. Как с нами играть? Нет, просто как играть в эту игру. Ну, благодаря вам. Так что, да. Пятиминуточка неплохая. Около пятидесяти тысяч у Томаса Мраза оставались. Сейчас больше стартового. Пас. Ох ты, ёшки. Паша. Пас. Тос семь обязательно. Открываем. Две пятьсот. Две пятьсот. Две пятьсот. Допеть будем. А, я про танцы. Я так не могу. Я танцую. Пас. Вы в танцах? Да. Ваши слова. А в чём сделал? Рейс две пятьсот. Ого. А, получается, да. Всё. Ещё чуть-чуть. Ещё сто? Блин, извините. Так, смотрите. Тысяча, две, две, две. Ещё триста. Часики говорят нам о том, что блайндзап наступит после этой раздачи. Соответственно, останется играть двадцать минут. Чек. Ваши слова. Я думаю, раздача на флопе закончится. Артём упрощённо сыграет. Две пятьсот. Рейзов мы не боимся. У нас червовый туз. Ну, то есть соперники играют довольно-таки честно. Если получим кол, то натерни просто чекнем. Посмотрим, что там выйдет. С повышением блайнда. Восемьсот, тысяча, шестьсот. Восемьсот, тысяча, шестьсот. Да? Карты можно лучше? Такие хорошие, что не хотел отдавать. Спасибо. Ну, тут уже несколько положил. Сейчас у него булку. Там что-то сзади уже закладываю. У меня провод. Уваливается где-то там. Не знаю. Как тебе могу вспомнить фильм, где таракан бегал с картой приклеенный. Под столом. Не помните? Ковбойский какой-то Вестер? Маверик какой-нибудь. Может быть. Из стальной коробочки, из рукава выбежал. Что-то я плохо помню. И туз кому-то передал. Три пятьсот. Ковбойский какой-то трейс. Ничего себе. Пас. Кол. Кол. Ты можете ставить трипсот, а эти забирайте. Получается, я заберу триста. Кол. Это две четыреста. Еще тысячу сто. Да. Вы проверяйте, проверяйте его. Точно, точно. Уже вот третий раз такого. Ну, все руки в целом имеют право на существование. Девять два. Можно было бы не заходить. Так. Попал в доску только Евгений. Ну, и то не сказать, что прям супер-пупер. Да, у него двусторонка, да, пара четверок. Четыре. Но как здесь оппоненты бывают, там мог кинь две пары оказаться. Мог кинь девять семь пиковый найтись. Кол. Сергей, похоже, решил переиграть Ирину. Ну, то есть мы отмечали, что он действует очень аккуратно. А здесь платит практически ничего не имея. Но на терне собирает лучшую комбинацию. У Ирины при этом ауты по-прежнему. Есть, потому что король и валет ей принесут победу. Но я думаю, что МЦ... Чет. Ух ты, я думал, что МЦ поставит. А что? Что это? Хитрый слоу-плей или желание поаккуратнее разыграть банк. Блок бета от Райджина мы сейчас увидим. Три тысячи. Ну, нормально в целом. Выбрасывать ему руку свою не хочется. Другое дело, что если он получит кол, он в любом случае проиграл. Но вряд ли ему это совпадение тройки заплатит. Раз. Три кол. Кол. Открывайте карты. Ну, поменьше проиграл против Сергея, который, возможно, стоял бы на Риблии больше. Десять. Живем, живем. Сергей, что вы делаете? Опять хороните. Я разыграл все фишки что-то. Он выкапывается. А я закапываюсь пока. Ты снишься? Ну, не зря же прошлый турнир выиграл. А, кто? Сергей самого Дукалеса победил. А потом в финале просто по статусу не имел права побеждать Романа Емельянова. Дошел с ним до противостояния один на один. Сколько? 1600? Ну, и понимал, что все-таки главу европейской медиагруппы, в которой он работает, выбивать нельзя. И лишать тогда еще кубок мы давали второй за победу в финале. Но формально можно говорить, что и браслет разыгрывался виртуально. Так, если придет черва, Ирина может проиграть много Томасу. Учитывая всякие руки, которые предъявлял на шоу-даунах. И агрессивно он разыгрывает свою нацию флэш-дро. Всего в два раза увеличил. Конечно, Ирина здесь просто платит. Она считает, что ее флэш-дро живое. Ваше слово. Чек. 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 Черва. Э-э-э, не пришла. Так, ну 7 хай у Ирины сдается. Десять. Упасный человек. А алмаз здесь еще блефует, чтобы выбить кого? Валет и десятку? Но блефует. Понятно, что он не с тройкой добирает. Можно говорить. Так, руку надо набить. Карта, да? Карта, пожалуйста. Что тебе было? Потом расскажу. Там уже можно, но вот это. Ну ладно. Восемьсот тысяч шестьсот. Я хочу просто не соответствовать профессионалам и остальным игрокам. Ну, просто настроение. Ну, а то я один что-то рассказываю, что у меня было. А никто больше не рассказывает. Так неинтересно. Пошли слова. Ком. 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 Тысяча шестьсот. Тысяча шестьсот. Ой, я тоже уменьшку вожу. Пас. Раньше лучше было. Почему-то я подумал даже. Вернулся на полчаса назад. Угу. Вернулся на полчаса. Вернулся на полчаса. Сергей здесь не должен сдаваться, потому что у него есть пара, есть треф. Рысь. Опа. Томасу понравилось играть агрессивно. Ну, можно считать, как защита его шестерки. Но это уже не лучшая рука. Ком. Ком. Ну и, конечно, если мы блефуем, то нужно покрупнее выбирать размер. Это ошибка свойственна любителям. Каждый раз мы это с вами замечаем. Трефа не пришла. Сергей похоронил. Будет и даблефовать Артем. Ну, верой, как-то ему тяжело. Он ставил, получил рейс. И как-то здесь донкать, изображать девятку, тяжело. Чек. Чек. Флэш он либо есть, либо его нет. Пас. Пас. Пас должен платить. Сергей, нет, но пять тысяч в такой большой банк. Так, 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 ну. А у нас карты давайте. Что ж? Ну что, заблефовал, получается, алмаз? Ты что делаешь? Что такое, да. Какие-то странные движения. Не думаю, что это был добор сейчас с шестеркой. Но получилось, что выбил семерку. Капибара попробовала мясо. Ей понравилось. Покеристы называют подобное действие мерч. Ситуация, когда иногда мы доберем с руки хуже подобной ставкой, а иногда выбьем руку лучше. Но я не думаю, что Томас эти термины знает. Ну, не будем лукавить, точно не знает. Но получилось красиво. Может быть, в какой-то ситуации ему бы здесь заплатила и пятерка. Чек. А по факту выбил семерку, да, которую не бил. Так. 134 тысячи уже банк за банком Томас Мрасс забирает. Конечно, здесь банк должен был бы быть побольше. Чек. Чек. Валеты должны были повышать ставки. Чек. Но в результате winning streak Томаса с высокой долей вероятностью продолжится. Хотя Сергей может здесь его остановить. У него совпадение флэш-дро. И против нашего чип-лидера этой раздачи, у Ирины все-таки больше всех фишек, equity имеет очень неплохое ранил. Но здесь уже рейс для защиты своей руки. Два валета должны уходить в пас. Или я должен набить до... Вы можете сделать колл 10, можете повысить. Колл, да. Колл 10. Ну, два валета здесь совсем плохая рука, потому что бубновый закрывает гипотетический флэш. Да, вы видите, даже и по equity. Один аут по факту у Рейджина. Но та ситуация, когда вам всегда лучше иметь совпадение. То есть, например, рука здесь 3-4 более перспективна, чем два валета. Да, потому что все-таки там пять аутов будет, а у двух валетов два. Колл. Артем, я думаю, уже должен был бы здесь сдаться. Потому что все равно происходит что-то не очень понятное. Ну и у нас тоже рука без особых перспектив на усиление. Рейс 10. Рейс 10. Тебе скучно, что ли, стало? Пас. Натерни, Артем, конечно, понял, что уже не его. Но зато бубновый валет теперь годится. А, нет, бубновый валет не годится. У Томаса фулл старше будет после выхода Туза. Но эту раздачу хорошо разыгрывает Томас. И еще 76 тысяч он добавит к своему стеку. Там часть, конечно, его фишек, но тем не менее уже по 200 будет. Очевидный Тузик, да. Блин, Бубе очень хотелось. Бубновый валет был бы приговором здесь для двоих на ривере. Похоронил бы, тогда собрал флэш. И фулл хаусы собрали бы его соперники. У нас не умеет блефовать абсолютно. Не успевает фишки скалывать. Но старший был бы все равно у Томаса. Тереш. Попилим, пожалуйста. Ладно. Алмаз, 1600. Давайте очередной свинять. Или через одного. Старается Ирина использовать приемы из живых игр. Да, он согласен. Сбить как-то масть у алмаза, у которого она сейчас. Ну, не то чтобы зашкаливает, но явно выделяется, перетягивает все на себя. О, две десяточки. Рейс 6000. 4. Ну, 4 мало. Они же все равно заплатят, Рин. Если у них есть что-то. 4 тысяч. Ну, две девятки здесь легитимная рука. Получается, большой блайнд. Это то, что я, получается, не могу избежать уплаты. И большой. Уплата на много. Интересно. Ну, видите, да. 9-6 даже не собирается разный. Евгений выбрасывать. Скол. Да, значку. Идеальная ситуация на префлопе. Всего один аут прямой у Сергея. Ну, а 9-6 вообще смотрится не очень. Сейчас 9-6 полюбопытнее тем, что чуть больше аутов, чем у двух девяток. Все-таки две шестерки ауты. Ну, и стрит. Да, и девятка у нас бубновая. Но бубновая нам не поможет. Потому что 10 в виде бриллиантика у Ирины. Ну, и вот еще в чем проблема таких рук, как 9-6. Ну, мы на флопе. До флопа доставили, казалось бы, немного. А теперь на флопе тоже придется платить. У нас совпадение. Бэкторный стрит. Ну, и какой-никакой дальний флэш тоже имеется. Что касается Сергея, он здесь безальтернативно. Он не может ничего на флопе сделать. Он тоже не может выкидывать. Ирина, кстати, может с Артемом посоревноваться в умении собирать сеты. Будут ли фулы. Здесь плотно должна ставить Ирина. Но, опять же, она играет маленькими сайзингами. Сергею вздаваться надо. Ну, вроде Ирина не тот человек, который в две улицы будет блефовать. Но восьмерку нам может дать стрит. Показано на Мэквите по 5%. Но это из-за того, что у Ирины сет. Да, и поэтому шестерка Рейджину не поможет. Но его рука в данной ситуации, опять же, больше мил аутов. Если бы там не сет. Например, против Сузов или Королей, чем Сергея. Чего не будет? Не подсказывайте. Будут похороны. На самом деле, в банке 70 тысяч Ирина будет ставить подолын. И у Сергея хорошие блокеры. Он блокирует стриты и никак не блокирует промазавшие флэши. У него нет бубна, у него нет пики. А вероятность нации у Ирины не так высока. Ну, как бы, 9-8, во-первых, не факт, что она рейзила бы. Но, смотрите, кстати, Ирина ставит 20 тысяч, как бы две оставляю на раскрутку. Дисциплина Сергея. И его так просто не возьмешь. Никогда карты не получается посмотреть. Ян, ну, нормально. Я думал, пока я карту использую, но я не сейчас пока что еще посижу с вами еще. Я думал, ты вовремя пойдешь. Ну, было бы такое желание. Восемь, 1600. Я сегодня обещал, конечно, совсем не это. Не стараться, но не получается в конце. Проблемы с большими кучами, мне разрешили сами собой представлять. Проблемы с большими кучами. Посоветуй. С большими стеками. Я тоже думал, что такое куча в покере. Значит, я вам. Не видел? Нет, я на свои смотрел. Пас. А я видела. Ваши слова. Кул. Про большие кучи сказать ничего не могу. Песен не знаю. Знаю только про тучи. Да калида просто. Которые на небе и которые сейчас над Сергеем начинают сгущаться. С тузом, королем. Надо ему было бы ставить ол-ин. И соревноваться с Рейджином, у которого стек в два раза больше. Но это все равно 25 блайндов. Ваши слова. Так. Мое? Да. Похоже, все идет к хедзапу между Алмасом и Ириной. Кто бы мог такое сказать? В начале этого часа, когда у Алмаса 50 тысяч было, и он проиграл банк за банком. Конечно, везение много решает на коротком отрезке. Но все может поменяться и в какую-то из других сторон. Девятки придется уже копать. Мы в банке против двоих. Короткий стэк у Сергея. Ну, опять же, зато дисциплина. Наверное, вылетел бы, если бы ставил ол-ин. Наверное, девятки бы Сергей не выбросил до флопа. Что, зачекинемся? Опять девятки, безбубновый. Но здесь мы меньше чего не блокируем. Три четверти всех фишек в руках Алмаса и Ирины. Артем еще вполне может побороться, конечно. Сергею и Евгению будет тяжело. И по стилю игры. Тайтово пассивный у МЦ похоронила. Лузово пассивный у Рейджина. Шесть. Рейс шесть тысяч. Пас. Не надо, Евгений. Не нужно тебе это. Так. А может быть и нужно. Старшая пара у Ирины. Ну, две пары, если называть с точки зрения правил. И флэш-дроу у ее оппонента. Еще шесть. Если мы здесь оказались, нужно чек-пуш играть по флопу. Мы выберем какие-нибудь король хай. Может какие-то туз хай. С чем вы играете все время? Блин, я бы проиграл. У меня уже начинает волноваться. Вот. Собирает флэш Евгений, но здесь он оплату может еще не получить. Если бы играл чек-пуш, но он же не собирается своим стилем на терни выбрасывать, да? Да, если бы флэш не закрылся. Ну, конечно, еще шестерка или десятка могут прийти, и флхаус побьет флэш. Чек. Чек. Ирина хороший делает чек, потому что чем мог платить оппонент? Шестеркой, с флэш-дроу, с десяткой. Ну, еще какие-нибудь 9-8. Поэтому получается, что если там десятка. Чек? Нет, нет, нет. Я просто... Ирина очень хочет получить чек. Ну, по-моему, если там будет ставка блефа, скорее всего, не будет, но у нас все-таки две пары. Мизажист тоже позвать. Подпудрить. Вдруг там 10-9. All-in. Что? Опа. Хотели пошутить, да, и на All-in? Вот так вот, в ответ. Интересно как. Не шутить с этим человеком, значит, лучше. Ну, я думаю, Ирина-то выбросит, да. Что там может быть? Валет 10 мы только обыграем, 10-9. Там ничего, кроме вашего поражения, Ирина. Почитайте, пожалуйста. Когда Ирина спрашивает, ну что там, как будто за дневник вы бросите. Ну что там у тебя? Опять днем платил. С чем пришел? Есть креста. Опять пара. У меня есть вот сколько фишек сейчас посчитать, Яна. Двадцать триста. Двадцать триста. У нас блайнда по тысячу шестьсот, да? Да, здесь наш соперник платил на каких-то странных руках. Показывал что-то. Но мы бьем 10-9, валет 10. Шестерку, трефу, девять восемь. Мы не бьем. А, у меня же еще карточка есть, да? Да. Ну что вы нервничаете? Интересно. 70 пульс вообще спокоен человек. Я спокоен, да? Да. Как у Дав. Ну, я на всякий случай. У меня еще такая карточка. Я на всякий случай. Скину. Пас. Ничего себе. Вот это да. Да? Да. Хороший, рабочий пас. У Ирины опыт игры в покер большой. Будет интереснее. И, соответственно, ну, если там иногда 10-9 или валет 10 окажется, то немножко обидно. Но столько там комбинаций, которые мы не бьем, что зачем платить и даже зачем тратить карточку. Ирина остается уверенным лидером, но Томас Мраз где-то рядом. Посмотрим, что произойдет в части 3-й. Госпожа удача тут всегда где-то рядом. Дилер с новой колодой мысли приводит порядок. Не пытайтесь критиковать мои пороки. Я игрок и по жизни мне все покер. Мне все покер. Я в плюсе. Я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале. Этот банк огромен. Я его забил. Конкретно заходит масть.